Добрый вечер! Это программа «Здравый смысл». В студии Алексей Вербицкий. Сегодня говорим о том, чем перворайские актеры намерены удивить зрителей в условиях пандемии коронавируса. Гость студии, актер театра «Вариант» Георгий Бедоев. Георгий, приветствую. Спасибо, что пришли. Взаимно. Взаимно также приветствую. Спасибо, что пригласили. Я вот бы еще хотел начать. Немножко оглянусь назад. А чем занимались в самоизоляции? Расскажите. Ой, занимались много чем. Очень много роликов. Чтобы не соврать, 400 с лишним роликов мы выпустили на YouTube, на наши соцсети. И это такое интересное занятие, я скажу, когда ты сидишь дома и выпускаешь ролики. Но это не блогерство, это работа. Причем творческая работа. Нужно же ведь творчески подойти. Я думаю, все знают, ну, по крайней мере, большинство-то точно знает то, что мы записали Робинзона Круза, две части. Это очень интересно, когда ты читаешь. И не только ты читаешь, а очень много людей, не причастных к театру, просто людей читают. Моя жена прочитала, моя теща прочитала. Им очень понравилось. Это очень интересно, они сказали, читать на камеру. Замечательно. Не, ну вы их как-то поправляли, читайте вот так, читайте. Это же все-таки искусство театральное. Оно какие-то требования выдвигает. Там же не только посторонние люди читали, мы же тоже читали. Конечно, хотелось бы, чтобы люди включали всегда в определенных условиях, именно что свои внутренние какие-то актерские, назовем так, штучки. Они есть у всех. В повседневной жизни все используют какие-то актерские штучки. Ну вот у меня нет, я думаю. Ну, это область психологии, я думаю, не стоит их затронуть. Но, если честно сказать, то подключали именно свои внутренние. Кто-то лучше, кто-то хуже, может быть. Сколько народу эти ролики посмотрели? Я, честно, не считал. Особенно сейчас, когда я нахожусь в отпуске, я как-то немножко расслабился. Вы чувствуете, что вы стали популярными более благодаря вот такому, например, формату? Да, да, безусловно. Подключились те люди, которые даже и не в городе у нас. И даже, кто-то даже, может быть, не слышал про театры. Ну, потому что онлайн, да. Еще остались такие люди, которые не слышали о театре вариант. Может быть, сейчас услышали. Ну, может быть, может быть. Это очень хотелось бы. Смотрите, сейчас, когда разрешили репетицию непосредственно в театре, да, вот над чем вы сейчас работаете? Расскажите. Ну, во-первых, мы сейчас вышли в отпуск, но... То есть, ни над чем не работаете? Нет, почему? Нет, 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 это неправда. Есть новые актеры у нас, краснодипломники, между прочим. И они сейчас занимаются новой постановкой, детской. Это моя любимая сказка, в первую очередь. Я очень обрадовался, когда мы решили именно, что вот эту сказку взять. Это сказка о царе Салтане. Я ее в детстве знал наизусть, сейчас, правда, уже немножко подзабыл, но ничего страшного. Можно... Ну, это будет универсальный спектакль. Креатив молодых ребят, он изумителен. Ну, я уже, может быть, не такой молодой, как они. По крайней мере, внешне, может быть, даже. Вы в роли наставника, может быть, какого-то, нет? Ну, не хочется наставничества, хочется совместного творчества. Это всегда интересно не только артистам, но и зрителям. Когда ты видишь то, что все вместе, сплотившись, сделали что-то такое интересное, удивительное, это завораживает, это притягивает, и ты хочешь еще прийти, и еще, и еще. Ну, смотрите, по поводу зрителей. Сейчас же разрешили, насколько я понимаю, посещать театр, но при условии, что в зале будет только десятая часть зрителей. Вы, ваш театр, готовы работать в таком формате, что вот зрителей будет, ну, совсем чуть-чуть, потому что пандемия коронавируса все-таки диктует свои условия. Ну, безусловно, да. Вы-то готовы к такому формату? Да мы-то готовы. У меня вообще складывается ощущение, что мы готовы практически к любой ситуации. У нас есть поддержка администрации города, области, федерации нашей замечательной, нашей страны любимой. И это прекрасно. Прекрасно, потому что дают возможность творить и давать людям понять то, что все-таки культура, богатая культура, она никуда не девается. И мне кажется, то, что сейчас, век цифровых технологий, это очень важно, потому что культура для человека – это как воздух. Как можно быть человеком без культуры? Ну, это, наверное, как-то странно. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. У каждого свой уровень, мне кажется, свое понимание. Безусловно, безусловно, да. Ну, про цифровые технологии вы сказали. В театре же была реконструкция. Она коснулась, насколько я понимаю, и технических возможностей. Да, вот то, что вы показываете, то, о чем вы рассказываете со сцены. Какие новшества? Что нового увидит зритель? На какие ощущения, я имею в виду, может быть, эффекты световые, позвуковые и прочее, он может рассчитывать при лековом в театре? Ну, не хотелось бы раскрывать, конечно, всех секретиков. Я бы какие-то раскрылась. Ну, мне кажется, ни для кого не секрет, что мы начали экспериментировать в плане кинопроизводства. Ну, какого-то, по крайней мере. Онлайн-спектакли. То есть, это будет еще кинотеатр? Безусловно. Ну, называть кинотеатром – это здание все-таки кинотеатра. Туда приходишь и смотришь фильм. Если нас будут показывать в кинотеатрах, это просто прекрасно, замечательно, изумительно, и все будут только рады. Но, в первую очередь, сохранив театральное, вместить это все дело в кино – это очень интересно. Это не так просто, как может показаться кому-то, может быть. Сто процентов найдутся какие-нибудь скептики и скажут, что это невозможно. Театр – театр, кино – это кино, хотя они очень… Да, вы тут все смешали. Да, вы намешали что-то. Ну, и что? Намешали. И получилось интересно. Если это получилось неинтересно, это одна история. А если получилось интересно, и к этому, естественно, нужно стремиться. Потому что, ну, все-таки, мне кажется, зрителя нужно удивлять. Давать понять, что, повторюсь, культура, которую несет театр – это прекрасно и замечательно, но не денется никуда. И, ну, с каждым годом, да, с каждым годом это становится все труднее и труднее. Удивлять нужно в любом случае. А у нас сказка, у нас клип замечательный «Ко дню города». Причем, вы знаете, по поводу этого клипа так интересно было. Абсолютно спонтанное решение. Пойти вот прямо сейчас. Не откладывать там через полосы. Вы не готовились? Нет. Это абсолютно импровизация. И получилось очень интересно. Интересно для нас, интересно для зрителя. Потому что очень много отзывов, хороших клип сделали. Нужно сделать сказку. Почему бы нет? Какую сказку? Русскую народную? Их много. И они будут. И мы тоже очень хотим это сделать. Но вот цыганскую сказку. Кто снимал цыганскую сказку? А мы взяли и сняли. Ну, я не припомню даже. Вот я тоже не могу вспомнить. Они есть, сто процентов. Но было очень интересно. Погрузиться именно что в киноиндустрию. Но пытаясь тащить театр туда. Это, знаете, нелегко. Но это все возможно. И это будет очень интересно, мне кажется. Театр вообще нужно делать популярнее? Или вы не стремитесь к популярности как таковой? Потому что это же ограниченное пространство. Есть любители театрального искусства. Есть те, кому оно просто неинтересно. Кино любят, не знаю, люди. Вот как на этот счет? Ну, наверное, мы потому и начали заниматься кино. Чтобы привлечь еще кинозрителей. Это замечательно. Когда уже стартует, назовем ее, театральный сезон, когда можно будет посмотреть, где итоги вашей работы? Итоги работы. В любом случае, пока не разрешат нам показывать спектакли, мы ничего не можем сказать. К сожалению, даже, наверное, для всех, для нас тоже. Мы очень соскучились по нашему зрителю. Мы очень хотим показывать спектакли. Заходили разговоры, что давайте каждый день по два спектакля. Ну, хочется. К сцене мало того, что привыкаешь. Зрители ведь тоже привыкают. Они спрашивают, когда, 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 когда. Ну, вот мы поэтому переходим немножко в цифровой формат, чтобы наши зрители были счастливы, наверное, удовлетворены, отдохнувшие. Это очень важно. Потому что, придя после работы, ну, хочется какого-то отдыха, эмоционального, физического, пожалуйста, полежать, посидеть, с детьми пообщаться. Это же тоже отдых замечательный. На тот раз тебе и онлайн-спектакль. Пожалуйста. Хочешь посмотреть спектакль? Онлайн-спектакль. Хочешь посмотреть какой-то маленький ролик, маленький фильм, короткометражный? Пожалуйста. Хорошо. Спасибо за беседу вам. Спасибо телезрителям за то, что смотрели нас сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи.